Привет. В браузере Safari обновился интерфейс недавно. Точнее, ну, вышла бета Safari 15. И почему это вам должно быть интересно? А дело в том, что на этот интерфейс можно влиять прямо из вашего кода. Можно написать в HTML метатег themecolor, и вы сможете раскрасить интерфейс браузера, собственно, в цвет вашего сайта. Мне кажется, это очень важно, чтобы придать индивидуальность не только вкладке, но и вообще всему окну браузера. В общем, давайте сегодня поговорим, что это такое, как это работает и где это появилось впервые. Итак, для начала о том, как это все выглядит. Вот браузер Safari. Ничего необычного. Обычный браузер, обычный интерфейс. Ну, я, естественно, немножко настроил, чтобы он был поскучнее, но тем не менее. Давайте откроем какой-нибудь случайный сайт. Ну, например, сайт веб-стандартов. Давайте. WebStandards.ru. Ну, классно, здорово. Ой, а шапка-то зеленая. То есть, если мы открыли этот сайт, то мы сможем легко отличить его от любого другого. Давайте откроем любой другой сайт. Ну, например, 3LP. Сайт подкаста LP. Видите, а шапка здесь серая. Но дело в том, что на сайте веб-стандарта я специально добавил метатег, который делает его зеленым, а на сайт LP я ничего специально не добавлял. Но, тем не менее, Safari догадался, что у сайта серая тема, им было бы классно покрасить в шапку в серый цвет, чтобы соответствовать сайту. Ну, в общем, если у браузера нет специальных инструкций, он пытается догадаться. Если инструкции есть, он им следует. А слышали про такой браузер, называется Vivaldi. Давным-давно в далекой галактике Йон Ван Тэшнер разочаровался в браузере Opera, который он создал, и ушел из компании. Ушел из компании и создал собственный браузер, называется Vivaldi. В этом браузере тоже работает Theme Color. Точнее, работает какая-то эвристика, которая пытается догадаться по фавиконке, по каким-то там фонам, еще почему-то, и найти максимально контрастный цвет. Давайте на него посмотрим. Вот такой у нас браузер Vivaldi. Давайте откроем сайт веб-стандартов. Опа, шапка тоже зеленая. Здорово. Давайте сходим на сайт LP, 3LP.me, и шапка серенькая. Здорово. Но видите, тут серый цвет такой, а тут серый цвет другой. А в чем же дело? Дело в том, что браузер Vivaldi пытается догадаться, какой подходящий цвет, взять цвет фавиконки, взять Theme Color, а Safari берет фоновый цвет страницы. В общем, у разных браузеров по-разному происходит понимание лучшего цвета, но если цвет указан прямо, как в случае Theme Color, они берут его. Цветные вкладки появились в браузере Vivaldi в 2018 году. И что, Vivaldi был первым? Нет, на самом деле самым первым был Google Chrome. Еще в 2014 году браузер Google Chrome поддержал Theme Color для мобильного браузера Chrome на Android. Там ситуация была немножко другая. В 2014 году активно продвигали PVA, или прогрессивные веб-приложения, и нужна была возможность красить, собственно, весь интерфейс этого приложения в определенный цвет, фирменный цвет. Это нормальная тема для приложений нативных. И хотелось сделать что-то подобное и для браузера. На десктопе, к сожалению, такое делать нельзя. Но, может, есть какие-то флаги, напишите, если вы знаете. А я вот не нашел. Ну, давайте посмотрим, как это все выглядит. Возьмем телефон на Android и откроем сайт веб-стандартов. Веб-стандарт.ru. Видите, шапка тоже зеленая. То есть получается, что мы прекрасно сможем отличить один сайт от другого просто по цвету шапки, особенно если это фирменный цвет. Ну, хорошо. Мы разобрались, как это выглядит. Давайте посмотрим в код, как это все непосредственно работает и управляется. Откроем вот такую страницу. Слева у нас VS Code, в котором есть обычная страница. И здесь у нас написано просто background color tomato, font family sans serif. Ну, и справа, как эта страница отображается. Точнее, я пока ее не сохранил. Давайте сохраним. Раз, и она залилась целиком красным цветом. Не просто страница, а еще и вкладки наверху. Вы видите? Я открываю новую вкладку. Она серенькая. Возвращаясь на предыдущую, она красная. Если аналогичное проделать с браузером Vivaldi, ну, в общем, ничего не происходит. Ему все равно, какой фон у вашей страницы. Он ждет дополнительной информации в виде логотипов, иконок, чего-нибудь такого, из чего можно взять цвет. Фон, ну, недостаточно круто. Ну, предположим, страница у вас с томатным фоном, а шапку вы хотите сливовую. Что вам делать? Вот тут приходит на помощь тот самый theme color, то есть конкретное значение, которое мы задаем браузеру, чтобы он раскрасил все окно. Напишем метал name theme color content и здесь напишем plum. Видите? Шапка теперь фиолетовая. Давайте посмотрим, как у нас на андроиде все. И на андроиде все то же самое. Наконец-то заработала фиолетовая томатная шапка. То есть мы получили то, что мы хотели. Браузер не пытался подцепить фон, ладно, но нашел theme color. Хорошо, мы получили контроль за цветом шапки. Но если мы, допустим, хотим вставить цвет, который меняется в зависимости от темной или светлой темы операционной системы, вот это интересно. И ребята из Safari, в отличие от всех других реализаций, придумали, как этим управлять. Добавим атрибут media. Media. Тут напишем media-фичу prefers color scheme и напишем light. Сохранили. Пока все в порядке. Это почему? Потому что тема у нас светлая. Продублируем. и напишем dark. А здесь поменяем цвет на пшеничный. Сохранили. Тоже ничего не поменялось, потому что по-прежнему работает светлая тема. А теперь давайте переключим тему. Сходим в настройки и включим темную тему. Ха. Даже редактор VS Code поменял свою тему на темную. А здесь черная шапка. Это почему так? И тут мы приходим к интересному моменту. Дело в том, что Safari, как и Vivaldi, как и Chrome на Android, они не все цвета принимают. Дело в том, что можно сделать такой цвет, который будет максимально плохо контрастировать с элементами интерфейса. С текстом, с иконками, с кнопками, обводками и так далее. То есть получается, что браузер говорит, вы можете раскрашивать наш интерфейс в любые цвета, кроме тех, что плохо контрастируют. И есть даже формула, допустим, в случае Chrome, какие цвета можно вставлять, какие нет. И есть какая-то логика с точки зрения браузера Safari. Насчет Vivaldi не знаю. В общем, давайте попробуем разобраться. Ребята из Safari говорят, что главная проблема с кнопками открытия-закрытия окна. На macOS они вот такие вот, зелененькая, красненькая, а здесь еще минус желтенький, когда они фуллскрин. Поэтому, собственно, с этим и проблема. И тут мне захотелось разобраться, какие цвета можно использовать, а какие нельзя. и понять вообще, как это все работает, можно ли динамически переключать. Поэтому я сделал переключалку, то есть кнопку, которая меняет тему. Давайте посмотрим, как это все устроено и попробуем попереключать темы и найти те, которые работают. Верну светлую тему, потому что, ну, извините, я привык, мне странно. Фух, так гораздо лучше. Давайте вставим кнопочку с текстом «Крась» и добавим в ней некоторые стили. Что-то вроде такого. Оп. Большая кнопка «Крась». Пока она ничего не делает. Давайте добавим скрипт. Во время написания этой HTML-демки я немножко упоролся и написал много JavaScript. Впереди будет даже сервер на Node.js, но не пугайтесь, это все будет сравнительно просто. В общем, что я сделал? Я сделал маленькую библиотечку, в которой буквально хранится массив со всеми цветами именованными, и сделал маленькую библиотечку, которая рандомизирует любой поданный массив и подключил их как модули. Давайте посмотрим. Вставим текст-скрипт и напишем type module. А это что такое? Сейчас станет понятно. И подключим наши два скрипта. Import colors from colors js здесь мы импортируем библиотечку, в которой сохранятся все цвета, и import random из файла random.js. Давайте посмотрим, что за colors, что за random. Colors буквально массив именованных цветов, random очень простая функция, которая все рандомизирует. и они выполнены, как вы видите, в виде ES-модулей, то есть экспорт, переменная какая-то, аналогично здесь, экспорт, и мы получаем их, как вот эти переменные в нашем коде. давайте бросим парочку переменных. У нас здесь кнопка и метатег. И сделаем простой обработчик событий. То есть у нас на кнопку при клике выполняется функция, которая theme content берет с помощью функции random и выбирает одно из значений colors. То есть, смотрите, вот эти вот штуки, которые мы импортировали отсюда, используются, собственно, здесь. Сохраняем и нажимаем на нашу кнопку. Видите? Меняются темы. и мы можем очень долго перебирать эти цвета, прежде чем мы наткнемся на те, которые не работают. Светлая тема довольно-таки толерантна к смене цветов. Но я все-таки нашел цвет, который не работает, точно не работает red. Давайте проверим. Идем сюда и вставим red. Сохранили. Видите? Вообще не red. Отыграем на плам, все работает. А теперь давайте включим темную тему и проверим, как там все работает. Включаем. окей. Видите? Пока сходу не работает. Начинаем нажимать на нашу кнопку, ничего не происходит. А это почему? Дело в том, что наш скрипт выбирает самый первый метатег. И чтобы все заработало, давайте мы переместим его наверх. Раз. Сохранили. Поднажимаем на кнопку. Во. Поехало. И видите, сколько черного. Я нажимаю на кнопки и некоторые нажатия становятся дырками и только изредка появляются цвета. Похоже, что Apple в dark режиме, то есть в темной теме, запрещает гораздо больше цветов, ну потому что у этого всего может быть больше проблем с контрастностью. А в светлом режиме, ну, разве что красный и ближайшие к нему оттенки, ну, не работают. А в основном очень даже неплохо. Помните, я вам говорил, что я упоролся аж до сервера до Node.js? Вот пришло его время. Откуда вообще взялась эта задача? Мне стало интересно, будет ли браузер также ограничивать набор цветов, которые можно использовать, если это будет фоновый цвет, а не указанный theme color. И я написал скрипт, который при загрузке страницы идет в фоновый цвет этой страницы и меняет его. Ну, конечно, ничего не заработало, потому что theme color это такая вещь, которая происходит до джего скрипта во время загрузки страницы. Это прямо вот чтение шапки. Это очень рано нужно показать этот цвет. Поэтому нет. К сожалению, скриптом при загрузке страницы менять это не получится. Поэтому пришлось написать маленький сервер на Node.js, который выдает это на уровне сервера и уже отправляет подходящий цвет. Мы снова вернулись в светлую тему, но сейчас перед нами не HTML-страница, а Index.js. Он, собственно, и создает нам веб-сервер. Для начала я захотел, чтобы у меня импорты работали точно так же, как в браузере, чтобы я мог JavaScript-файлы в Node.js импортировать. Для этого мне пришлось кое-что сделать. Я положил в корень моего приложения файл с содержимым Type Module и назвал его Package.json. Это говорит Node.js, что нужно использовать тот самый ECMAScript-овый браузерный синтаксис модулей. Но это нюанс. Что у меня здесь происходит? Я импортирую HTTP-модуль нативный из Node.js, файловую систему тоже. Здесь импортирую мои скрипты. Видите, расширение JS и JS. Я постарался. Дальше создаю сервер, слушаю его на 3000-м порту. Потом при запросе сервера я отдаю правильные заголовки и, собственно, содержимое страницы. Пошло, 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 пошло. Текстовое. И дальше я еще обрабатываю JavaScript-файлы, которые мне тоже приходится запрашивать, поскольку страница тоже сама по себе импортирует JS-файлы. В общем, у меня здесь обработчик есть HTML и JS. Но HTML не просто так отдается. Видите, здесь берутся на лету во время работы сервера цвета и фоновый цвет кнопки, цвет текста кнопки, еще фоновый цвет body рандомизируются теми же самыми функциями из того же самого массива. Может возникнуть впечатление, что я знаю, что я делаю, что я каждый день пишу сервера на Node.js и вообще это обычное изи-пизи, да? Нет, я написал свой первый в жизни сервер на Node.js. Я специально проконсультировался с Андреем Мелеховым, все ли в порядке с этим файлом. Он сделал несколько правок, но в целом было адекватно. Фух, я думал, будет хуже. Ладно, давайте поднимем этот сервер. Сначала закроем наш браузер-синк, который показывает текущую страницу и здесь запустим Node Index JS. И ничего не происходит? Происходит. Просто браузер не открывается и никакой автоматизации нет. Поэтому мы прикрываем нашу консоль, идем в Localhost 3000, а мы там уже были, и перезагружаем. Смотрите, теперь у нас фоновый цвет body заливает всю страницу и кнопка случайная. Давайте поперезагружаем еще. И вот так, и вот так, и аж вот так. В общем, очень много плохих сочетаний, которые против всего, что я знаю и люблю. И если мы будем обновлять дальше, мы насмотримся на много забавных вещей. Но давайте не будем. Давайте нажмем на нашу кнопку, оп, и теперь кнопка просто рандомизирует шапки. И получилось, что как бы я не вставлял цвета, все равно есть все те же самые ограничения. Но это было очевидно, но я просто заигрался с сервером на Node.js. Вывод у всего этого такой. В сегодняшнем мире, чтобы выделиться как следует в браузере пользователя, нужно постараться. Для браузера Vivaldi нужно поставить theme color или как минимум иметь фавиконку, иконку или что-нибудь такое, за что он может зацепиться и схватить ваш цвет. Но лучше, конечно же, иметь конкретный мета theme color, который будет работать и в Vivaldi, и в Safari, и в Chrome на мобильном, и может быть, когда-нибудь на десктопе заработает, и в других браузерах. В общем, есть способ управлять этим. И, пожалуйста, будьте осторожны, чтобы ваш сайт случайно не стал слишком ярким или слишком контрастным или каким-то таким не таким, потому что вы не указали theme color. Да, это самое страшное. Может быть так, что вы пользуетесь своим хромом на десктопе или в Firefox, и не знаете, что в браузере Vivaldi, в браузере Safari или в Chrome на Android ваш сайт абсолютно вырвиглазный, и у него шапка страшная, контрастность не очень, несмотря на то, что браузеры это разрешают, например. В общем, убедитесь, что у вас точно все в порядке, и сайт выглядит так, как вам нужно. Я сегодня не говорил про одну важную вещь, про то, что этот theme color на самом деле сначала появился в таком файле под названием manifest.json, ну то есть веб-манифест, и он предназначался для прогрессивных веб-приложений. Указывая цвета там, вы даете цвета для прогрессивных веб-приложений, а еще браузеры Chrome и Safari поглядывают туда. Но это отдельная большая тема, мы как-нибудь с вами поговорим про PWA, но в этот раз мы будем знать, что в HTML есть theme color, и это, пожалуй, самый универсальный способ. Ну это все на сегодня. Спасибо, что посмотрели. Напоминаю, что это видео первыми увидели мои патроны, поэтому если вы хотите увидеть следующее видео первыми, становитесь патронами. Небольшая сумма в месяц позволит нам стать ближе, вы можете попасть в закрытый чат, вы можете получить какие-нибудь наклейки, письма или еще что-нибудь такое от меня, ну или просто сказать мне спасибо. Но если вам так нормально, подписывайтесь, ставьте лайк, это тоже мне очень сильно помогает. Ну давайте обсудим в комментариях, что вы думаете про theme color, будете ли вы использовать его на своем проекте, может быть уже используете, может быть вы нашли уже какие-то подводные грабли, которые вам сильно мешают. В общем, давайте обсудим у кого какие любимые цвета и насколько полезна эта технология. Прямо в комментариях. Ну и увидимся в следующем видео. Пока. Пока.